Этой партии куличей осталось еще полпути до прилавка. Весь процесс создания таких кексов занимает не меньше пяти часов. Но тесто работники замесили заранее, на формы разделили и настояли. А значит, пасхальному лакомству пора отправляться в печь. Затем уже расстоявшиеся тестовые заготовки поступают на подпечи, где и происходит их выпечка в течение 32-45 минут в зависимости от массы кулича. Затем готовые куличи укладываются на лотки, охлаждаются. После охлаждения глазируются помадкой и наносится посыпка. К празднику Владимирские хлебопеки изготовят больше 160 тысяч куличей разного вида и размера. И каждые эти девушки украсят вручную. Марина признается, чтобы ее куличи вышли самыми красивыми, старается не обделить ни помадкой, ни обсыпкой. Лучше больше, чем меньше. Производство кексов всегда ручная работа, очень ответственная работа. Хочется побольше намазать, побольше посыпать, чтобы люди, когда купили, порадовались, что это все с душой, с добротой. За годы работы вкус Владимирцев пекарей уже знают. А поэтому на прилавках уже знакомы и всем кексы. Пасхальный, творожный, свердловский, царский и понетон. Все эти куличи Владимирский хлебокомбинат выпускают по благословению Владимирской епархии. Дорогие владимирцы, поздравляю вас с одним из самых светлых, самых радостных, самых душевных праздников на Руси, со светлой Пасхой. Мы очень рады, что принимаем непосредственно участие в этом празднике. Мы для вас делаем различную продукцию, которая сопутствует пасхальному празднику. Это куличи. Каждый год перед праздником Владимирцы покупают по 400 килограммов куличей ежедневно. И в этом году начало продажам уже положено. Спрос, конечно, есть. Куличи хорошо у нас разбирают. В основном спрашивают состав, освещенные ли они. Ну, больше предпочитают творожные куличи. Потом вот свердловские, царские. Они больше такие кексовые. По размеру Владимирцы куличи тоже предпочитают разные. Местный хлебокомбинат выпускает и совсем маленькие кексы по 110 граммов, и большие под килограмм. Хлебопеки уверены. Они смогут угодить любому гурману. Главное, чтобы был спрос.